Сегодня интересный день. 21 сентября. Последняя декада месяца. Время, когда полезнее больше отдыхать или завершить начатое в начале месяца. 21 сентября 2020 года великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы. На этот праздник принято поститься, то есть под запретом мяса и алкоголь. 21 сентября Всемирный день Благодарности. 21 сентября Международный день Мира. 21 сентября Международный день Поедания Яблок. И еще праздник Чистоты и Ангела. А также еще очень много праздников по всему миру. Как видите, Благодарность и мир манифестируют сегодня по всему миру. А кто же делает эту манифестацию? А делаем эту манифестацию мы с вами, привлекая в этот день Пресвятую Богородицу и, конечно, своего Ангела-Хранителя. Вот вы спрашиваете, как мне понимать, что Ангел со мной? Очень просто. Благодарите его за все. Благодарите его за божественную преданность вам на протяжении всех воплощений здесь на Земле. Благодарите всю ангельскую эволюцию. За тот мир, который есть на Земле. Локальные войны будут утихать и сойдут в ближайшее время на нет. Благодарите Землю за тот опыт, который вы здесь получили. Благодарите себя за устремленность и желание жить достойно. За тот опыт, который вы получаете здесь на Земле. Он бесценен. В этот прекрасный день 21 сентября ясный, тёплый, красивый, рыжий. Возможно, на энергетическом плане слиться в мире любящих сердец в кристалле любви. Да, один человек многое не может. Селёнок маловато. Но все вместе и ещё в кристалле мира и любви мы вполне можем просить наполнить этот кристалл группы огнём вселенской любви. Чувствуйте эту могущественную любовь в своём сердце. Это она разливается по всему вашему телу. Это она несёт вам новую жизнь. Ждать никого и ничего не надо. Бегать в поисках чего-то подходящего тоже. Наоборот, остановитесь. Остановитесь в этот понедельник, день любви и мира, и позвольте себе расширение. Да, это волшебный сентябрь 2020 года, и вы его запомните надолго. Вы запомните этот день 21 сентября, потому что остановились и позволили себе себя любить. И позволили себе жить в мире. Да, вы можете говорить сердцем молча. Но если вера ещё слаба, то говорите вслух, пусть вас слышит вселенная. Я здесь и сейчас прошу моего ангела-хранителя, моё высшее Я, мою божественную душу, мою материнскую душу, быть со мной в слиянии огромного кристалла любящих душ. И прошу наполнить этот кристалл огнём вселенской любви. А также прошу разместить кристалл любви вокруг всего человечества. И наполнить этот кристалл огнём вселенской любви. И это тоже не всё. Прошу разместить кристалл любви вокруг всей Матушки Земли. Прошу наполнить его огнём вселенской любви. Прошу все кристаллы соединить с Великим Центральным Солнцем. Дорогие друзья, это день благодарности и мира. Будьте щедрыми и мудрыми. И благодарите всех за всё. И тёмных, и светлых. И чудеса сентября откроют вам вас настоящих. Которыми вы ещё не были никогда. Войдите здесь и сейчас в радужное поле сознания. И насладитесь сияющим светом возрождения. Просто позвольте себе радужное наполнение. И тогда чёрное-белое останется далеко внизу, в долинах вашего сознания. А душа вознесётся к новым вершинам в свет. Да, мы уходим с вами от количества к качеству. И это благодарность. И это любовь ко всем. И это принятие и прощение всех. Что требовать от раненых, уставших, измученных, угнетённых? Прощаем и возносимся к вершинам света со своим ангелом-хранителем. Не теряйте время. Его не так много на ваши колебания. Не заигрывайтесь и возвращайтесь к себе. Ещё одна практика. Я здесь и сейчас в кристалле любви. В единстве душ прошу прийти ко мне мою лучшую версию из золотого века. И помочь мне вознестись в мир и света, в более достойную жизнь. И чувствуйте. Это прекрасные лучистые энергии. Просто принимайте. Если нет места, то освободите его. Откажитесь от старого во имя нового. Не привязывайтесь к старому. В нём нет движения вперёд. А вам сейчас уже пора открывать свои способности и свои возможности. И мы ещё будем к этому не раз возвращаться. И сегодня в этот удивительный мир размещаем большим коллективом единомышленников в кристалле любви и мира и призываем огонь вселенской любви, открывая свои сердца навстречу новой жизни. Со своей сияющей версией самого себя из золотого века. Поздравляю вас в волшебном сентябре и верю в наше единство душ. Ничего и никого не бойтесь. Но будьте проницательны и осторожны. Мы на финишной прямой. Здесь много ещё подстав. Не попадайтесь в капкан сомнений и страшилок, новостных лент и мрачных соседей. Пройдём и это. Верьте в себя и по возможности больше отдыхайте. Волшебный сентябрь на дворе. Я повторюсь и нескромно напомню вам, что этот день 21 сентября 2020 года. Вы будете помнить в вечности. Почему? Потому что мы вместе, большим коллективом, создали кристалл любви. И наполнили его огнём вселенской любви. Более того, мы создали их три. Как матрёшка. Один в одном. Ну и конечно, прочувствуйте и свой кристалл любви. И этот кристалл любви ещё и растёт. И возможно, он станет в ближайшее время аурический кристалл любви. С вами в волшебном сентябре.